Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Если у вас осталась капуста, квашеная капуста, если у вас есть сало, и вы не знаете, что мне приготовить из этой капусты, а вот что, я вам сейчас расскажу, как я готовлю соляночку, очень вкусную соляночку из кислой капусты и сало, которую очень-очень вкусно кушать с пюрешечкой, или просто так кушать ее. Итак, нам понадобится сало. Сало, конечно, лучше, если у вас оно будет топкое. Что значит топкое сало? Топкое – это когда хорошо оно плавится. То есть вы кладете кусочек, и он хорошо расплавливается, там очень много получается смалец растопленный, топится сало, а кусочек не горит, а просто остается такой оранжевый, коричневый кусочек. А бывает сало, которое не топится. Ты вот его положил, а он вообще никакой жидкости из него нет, то есть не топится оно. Это во-первых. Во-вторых, если вы будете покупать сало, всегда спрашивайте у продавца, это девочка или же кнур, то есть кабан. Если кабан, то сало будет, вот когда топится, оно будет, особенно который кнур, который бегает к свинкам, вот, это сами селяне говорят. Будет тогда сало, вот запах такой неприятный. А девочка, когда, значит, будет очень такая ароматное сало, будет топиться очень ароматно. И так, вот у меня сало засоленное. Я буду готовить мало, чуть-чуть буду готовить. Я сейчас возьму сало, обязательно нужно соль, вот так ножичком соль обязательно чистить. Потом убираем шкурочку. У меня это очень топкое сало. И нарезаем на кусочки. Сейчас мы эти кусочки положим на сковородочку. Кусочки тоненькими не надо, так, чтобы вытопилось, чтобы было нормально, чтобы не были тут уголечки у вас. Вот, я буду делать на один раз покушать. Поэтому у меня вот немножко здесь, вот, видите, этой капусточки. Вот, капусточку мне не нужно даже выжимать. Если у вас сочная капуста, вот вы посолили и вы ставили гнёт. Это когда вы в трёхлитровой банке, то у вас будет мало сока от капусты. А когда вы будете квасить в кастрюле и ставить ещё гнёт, тогда у вас будет очень много рассола там от капусты. У меня здесь нет. Вот она очень вкусная. Очень хорошая. Но она без рассола. Поэтому я убираю отсюда лавровый листик. Потом вот эти вот, которые у нас тут горошком перчик, его можно не убирать. Хотите, убирайте. Сейчас, когда у меня растопится сало, я его, это сало буду переворачивать, чтобы оно топилось равномерно. Вот я беру его и вот так вот переворачиваю с одной стороны на другую, пока у нас здесь будет только вот здесь вот жидкость будет, то есть смалец, растопленный смалец. Итак, готово. Посмотрите, как вытопилось хорошо сало. Теперь я сюда заброшу капусту. Теперь мы делаем огонь поменьше, небольшой огонёчек, и хорошенечко будем перемешивать всё время, постоянно помешивая. Но мы тушить капусту будем под крышечкой. Накрываем крышкой. Время от времени открываем и мешаем. Вот капуста почти у меня готова. Я постоянно её помешиваю. Такой советик. Сало кладите, нарезайте побольше, чтобы капуста была жирненькая. Когда она будет жирненькая, она будет очень-очень вкусненькая. Наша соляночка готова. Очень вкусная, аппетитная. Кушаем с пюрешкой. Это лучше всего с пюрешкой кушать такую солянку. Или же просто так, с хлебом. Всё, приятного аппетита! Ну что ж, дорогие хозяюшки, готовим такую соляночку. Такой советик. Когда вы приготовите много солянки, ставите в холодильник. Вы разогреете, и вкус не теряется солянки. Так что можете или на раз приготовить, вот как я. Мне много одной не нужно. Поэтому я на один раз себе сделала. А вы можете приготовить там побольше, побольше сала, чтобы солянка была очень жирная. Чем жирнее будет солянка, тем она будет вкуснее. Итак, дорогие хозяюшки, я прощаюсь с вами. Желаю всем доброго здоровья. Желаю всем самого-самого-самого-самого хорошего. С прошедшими праздниками, с Новым годом прошедшим. Дай Бог, чтобы у всех было только счастье, здоровье, ну и, конечно же, мир на земле. До свидания. Пока.